друзья всем привет сегодня проснулись без электричества вас сильный ветер на улице достаточно небо немного затянуло ветер действительно сильный друзья это выбрасывать мусор а мусор выбрасывать некуда уже целый три недели это точно уже название вы это ботва со свеклы говорят правильно свекла вот но и с тем учетом что буква йо появилась не так уж и давно да то поэтому свекла а у нас на кубани вообще буряк буряк вот и не тыква а кабак и так далее больше трех недель назад позвонил насчет мусора чтобы забрали контейнер вот и что-то у них пошло не так в общем неделю прождал потом перезвонил да да вот заберем потом они сами перезвонили что заберем заберем ну короче мусор как стоял так и стоит уже реально больше трех недель но я звоню всегда раньше потому что знаю что у них там бывает долго они едут вот там они если по ленинградской попаловской вывозят нормально вот на периферию что-то вот так что позвоню еще раз потому что мусор уже складывать некуда насколько друзья мои зависимые от электроэнергии у меня планы были утром встану там то 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 сделаю везде электро инструмент в итоге ничего не сделаю пока света нету не знаю починить не починят ветер сильный ветер но во дворе здесь стоишь за куточки как бы нормально а так вот выходишь на улицу дует хорошо хотя тепло вот у нас сегодня 15 градусов пару дней назад было всего-навсего плюс 8 вот сейчас целых 15 с утра это уже что-то хотя обещают заморозки что за блин такой о это полезный очень с кабачками я решила приготовить кабачок морковка лук травы прованские ты чуешь как пахнет 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 не кабачком пахнет вкусно яйца и мука тыковка у нас наконец-то любимая каша я просто это большим блином жарю быстрее его можно потом майонезиком смазать между ними положить помидор пузырьшками и сформировать таким образом торт не надо торт и так вкусненько и тогда так очень вкусненько полезненько запекать конечно и я как-то пробовал кабачки но но мне не понравилось сейчас раз она не работает заказали висимышку на был берез ой называется вилдер вот что-то новое мышь беспроводная аккумуляторная черная еще и аккумуляторная беспроводная мышь с проводом внимание красивая удобная для руки но удобнее чем он уже видишь протерли дырку в этом куда тут воткнуть там она только стопом на болит в калда она тут еще есть и этот все работает все листитель мышка не какая модная и зеленым светится и красным и даже синим голубым синим фиолетом вообще реагирует как то чистенько как твоя твоя удобнее это классная мышка не а твоя для сравнения чтобы она открывает кто чалкает я вот хотел тыквенную кашу в обед а теперь не знаю что это я хочу короче надо яйца заказать домашний кстати я последний добавил домашний мучаешь меня топе съел бы каши и не думал теперь встаю и думаю буду наверно этот ой не знаю что я буду и кашу буду это буду утром то ладно салата в обед даже не знаю до ветер а у нас осенний листопад все за один день хочу камни себе вытаскивать и помыть потому что они запылились очень сильно помыть а потом сложить заново от камней я тут освободила сейчас тут подмету очень много пыли скопилось потому что неудобно когда на камнях сажа пыль вот это когда ты даешь пар воду камни вливаешь она воздух все поднимается так сначала подмету потом протру пойду камни мать камней не так уж и много как оказалось и у нас дождь начинается как раз хотела под дождем мыть камни думала дам помыть и когда будет дождь да чтоб дождь их помыли я думаю сразу заносить их у нас еще весь день сегодня проблемы со светом не знаю сколько раз не выключался ветер наверно рвет провода как начали день так его и проводим до начали без света и и закончили без света барсик кушает тыквенную кашу до нанесло листьев тьма листьев просто тьма и потом пошел дождь в общем друзья прошел у нас хороший дождь лужи стоят тучи серые я оделся я утром на работу на велосипеде поехал но надо было одеться потеплее после обеда на машине завтра не знаю или оденусь потеплее или на машине приеду холодина знаете такое чувство что в мороз но мороза пока нету но обещают кстати на днях мороз вот такой трактор в нашем хозяйстве появился челленджер короче у него там четыре аккумулятора два стартера чтобы один двигатель запустить только это сзади желтая это сеялка этот трактор каток таскает вот еще два таких вот таких еще два трактора по идее сейчас должен идти сев уже в зиму сеют культуры а зимы вот ну дождь прошел хороший поэтому пауза все пока поставили на паузу друзья прикол бесплатно кому туфли нужны да и на тебя большие не твой размер чего пойдем пойдем другой магазин это на автостанции магазинчик пойдем это его сотрудника они термотиновые быстро не знаю где покупать атакует ремень увидел себе тоже такой хочу он так вот растягивается вот и у него нету дырочек под эту штуку то есть короче даже цена есть дальше цена не стирается куча куда вот так воткнул там и дырочка немножко тянется короче давить не будет и что мне не будет спадать на работу думаю прикольно короче это для работы хотя не знаю Ладно, мы пошли уроки делать. Сейчас поставлю уточку запекаться. Уточка у нас небольшая, домашняя. Я её замариновала, чтона 2, чеснок, соль и чёрным чёрным. Сейчас поставлю в духовку. Света сегодня нет. Я вообще хочу себе духовку, если честно, электрическую. Потому что мне не нравится, как эта духовка выпекает газовая. Вот. Неравномерно выпекает. Верх не румянится обычно, а дно, скажите, подгорает. Поэтому хотела, ну, хочу себе электрическую. А вот когда света нет, я понимаю, как хорошо, что у меня духовка газовая. Ну, вот это неправильно показывать, это я даже не смотрю. Вот. Ну, выпекаю я долго. Часа 4, наверное, на медленном огне, а потом открываю рукав и дальше выпекаю где-то полчаса на быстром огне. Мне нравится, когда долго. Уточка становится мягкой, от кости хорошо отходит. Ветер груши стряхнул. Прямо так. Сильно, скажем. Ничего. Будешь овцам покушать. А вот что у нас, ой-ой-ой, в теплице. Практически ни одного пролета не уцелело. Масштабы катастрофы, скажем так. Я так полагаю, в отпуске надо будет это все разобрать, наверное. Но смысла оттеплиться никакого. Я одел шапку. У меня в прошлом году лопнула барабанная перепонка. Так что я решил лучше... Как? Пар костей не ломит, да? Ну, вот так вот. Вот такой ветерок у нас был. Тот не зря мы сидели без света. Наверное, рвало провода где-то. Ну, это было не только у нас. Это в соседних районах тоже было. Ну, надо будет, наверное, все демонтировать. Пленку убрать. Вот эти доски, может быть, тоже куда-нибудь в сухое занести. Плюс пять у нас утром. Ну, мы ждем бабье лето, ждем. Так что, не знаю, морозы будут, не будут. Плюс четыре, ой, минус четыре обещают. Ну, поживем, увидим. А бабье лето еще впереди. А здесь вот занялся, делаю уже заготовочки. Для этого самого... Короче, не знаю, как правильно сказать. Стеллажик, не стеллажик. Но тоже дождь загнал. Не успел все доделать. Это только, скажем так, только начало. Но начало уже положено. Надо купить лак прозрачный. Вот. И продолжим. Ну, это, скажем, вот. Вот такие у меня обрезки были. Плюс кое-что было пострашней. Я напилил. Это будут у меня ножки. Вот. Это на полочке. Это еще одна ножка не обработанная. Вот и все. Тоже напилил. На болгарку купила такую насадку. Наждачка. Ну, этот обычный, так вот, на... Не знаю. В общем, это подвезло в магазинах. И вот это вот на болгарку прикручивается. Вот так вот. Это меняется легко. В общем, шкурю заготовки. Оно пыльно, поэтому я на улице занимаюсь. Да, вот рядом с утками. И дождик начал срываться. Я все свернулся. Ну, продолжим. А это обрезки в баньку, да? На растопку. Сегодня котел включили. Первый раз в этом году обогреваем дом котлом. Несколько дней в баньке ночевали. Ну, в гостевой комнате, скажем так, топили баньку. Там Ташкент, тепло, все. Вот. Сегодня затопили котел. Протапливаем дом. Чувствуется приближение зимы уже. Продолжаем читать Библию, друзья. Коротенький отрывок. Послание апостола Павла Титу. Продолжаем читать первую главу с пятого по девятый текст. Я оставил тебя на критике с тем, чтобы ты уладил все то, что осталось незавершенным, и поставил по всем городам пресвитеров, как я наказал тебе. Каждый из них должен быть вне всяких подозрений. Мужем одной жены, дети его должны быть верующими и такими, которых не могли бы обвинить в распутстве или непокорности. Ибо тому, кто поставлен заботиться о церкви, как домоправителю Божию, надлежит быть человеком безупречным, свободным от таких пороков, как самоуправство, раздражительность, слабость к вину. Не должен он быть задирой и корыстолюбивцем. Его, напротив, должны отличать многие достоинства. Ему следует быть гостеприимным, любящим все доброе, благоразумным, справедливым, благочестивым и при том человеком сдержанным. От него ожидается, что он будет твердо держаться единственной верной вести, явленной в преподанном ему учении, дабы мог и сам он наставлять в учении здравом и указывать на ошибки тем, кто ему противится. Но здесь характеристики, какими должен быть служитель, пресвитер здесь в частности. Здесь не говорится там священник или батюшка, здесь такие. Священник можно найти в Ветхом Завете, а в Новом Завете уже Христос священник. Но человек должен быть пресвитер, дети должны быть послушными. В общем, все вышеперечисленные характеристики. Еще и гостеприимным, любить гостей. До встречи, друзья. Всем пока.